Пятый канал представляет КОНЕЦ Костя, Костенька, Костя, Господи, Костя, 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 Костя. Антонина Михайловна, Антонина Михайловна. Господи, Антонина Михайловна. Антония Михайловна, дорогая, вставайте, просыпайтесь, Антония Михайловна. Может, лишь другое? Давайте, дайте руку, ага, давайте, ага, держитесь. Давай я тебе помогу. Какой ты у меня молодец. У тебя даже лучше, чем у меня получается. Вот теперь я за тебя спокойна. Если человек в жизни может сделать что-то своими руками, то у него будет все хорошо. Где я? В больнице? А что со мной? Спокойно. Все хорошо. Ты меня узнаешь? Конечно, Георгий Юрьевич. Ну вот и прекрасно, просто замечательно. А я не помню, а как я сюда попала? Как принцесса на карете скорой помощи. Какая-то девушка нашла тебя в лесу без сознания и вызвала скорую помощь. Тащила на себе, до дороги, чтоб ты не замерзла. Антонина, скажи мне, пожалуйста, ты помнишь, что было до этого? Если это не сон, то я убила кукольника. Не сон. Я помню. Костя сказал, чтобы я страховала его окна, а сам зашел в дом. А потом я услышала его крик, забежала и там увидела кукольника с ножом, выстрелила. Он упал. А я пошла искать зону приема, чтобы вызвать Костю в скорую и позвонить вам. А Костя тоже здесь? Нет. Костей больше нет. Вот я же говорил, никого не впускать вам, кроме мужа. Начальника вашего не смогли остановить. Это он вас до слез довел? Вам не стоит волноваться. Мой коллега погиб. Сочувствую. Но вам нужно радоваться, что сами выжили, ничего себе не отморозили. И еще сутки, как минимум, проведете у нас. Послушайте. Послушайте, доктор, я сам врач. Если нужна необходимая помощь, я могу организовать все, что нужно. Не беспокойтесь. С вашей женой все в порядке. У нее просто легкое переохлаждение и, естественно, последствия стресса. Мы ее прокапаем, все будет в норме. И еще хочу дождаться повторного анализа крови. А с первым что не так? Ну, потому что резус не совпадает с тем, который в паспорте. В паспорте он отрицательный, а по факту у вашей жены положительный. Но это даже лучше. Ребенок у вас родится здоровеньким. Какой ребенок? А вы что, не знали? А что мы должны знать? Ну да, в принципе, срок еще маленький, конечно. Ну что же, я первый, я вас поздравляю. Все анализы показывают сто процентов, что вы беременны. Ну ладно, вы тут радуйтесь без меня. Я попозже зайду. Боже мой, как я рада. Как я сейчас иду. Ведь же, я же говорил, нас было подождать. Немножко ничего не свершится. Дочка, прости меня, я сделал тебе больно. Прости, но я очень, я очень тебя люблю. Я не хочу. Я не буду. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не могу. Я хочу. при каких обстоятельствах, есть ли другие пострадавшие, и тогда я заплачу. Справедливо? По отношению к людям, которые готовы отдать свои жизни, чтобы ловить таких уродов, как кукольник, нет, несправедливо. Несправедливо, что такие твари, как вы, готовы делать на этом свои грязные деньги. Можете подавиться моим гонораром. Я с вами больше не работаю. Георгий Юрьевич, простите, что не унашла вас раньше. А что ты хотел? Хотела извиниться за то, что Костю не уберегла. Ах, ну что ж теперь, все мы его не уберегли. Ну ты, Тоня, молодец. Что рука у тебя не дрогнула, что подстрелила убийцу. Спасибо тебе. Так что заканчивай с формалью. С формальностями и давай в отпуск. Вам тоже надо отдохнуть, Георгий Юрьевич. Ну, сначала ты, потом я. А меня, как руководителя, сейчас после таких событий никуда не отпустят. Не грустите. А радуйтесь, что вас любят и будут любить теперь вечно. Что? Кто? О чем вы вообще говорите? Он все про вас знает. Все уже простил. Он на нее злится. Потому что не может ее до конца понять. Бойся ее. Он сумасшедший. Но не опасный. Мы его только что выпустили. Я хотела передать от Кости. Вот. Что мне с этим делать? Просто иди на концерт. А когда ты будешь там, я тебе пришлю вторую часть послания. Да. Скажи, а тогда после драки в баре я куда поехала? Я отвезла вас в пригород, к дому какого-то профессора. Он вам визитку дал, вы ему позвонили, он сказал вам адрес. У меня в навигаторе должен был адрес остаться, посмотреть. Нет, спасибо. Не пропусти концерт. А вам кажется, неплохо стрелять Антону Михайловну? Восемь выстрелов и все смертельные. Хорошо, но поздно. Слушайте, надо, наверное, Вашукову позвать? Да мы думали, но если это только вы сами, Антонина Михайловна, нам неудобно. Я могу позвать. Я с Вашуковым работал раньше. Давайте я сама схожу. За Костью. Георгий Ю... Георгий Юрьевич! Георгий Юрьевич! Георгий Юрьевич! Очнитесь! Вика! Скорую! Быстро! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы его дочь? Почти. Я его коллега. А он что, в сознание так и не приходил? Конечно, приходил. Это мы его усыпели. С его болезнью, чем больше будет сна перед интенсивной терапией, тем лучше. А у него что-то серьезное? К сожалению, да. Я потому и спросил у Вас нервосочиниться ли Вы. У него запущенный лейкоз. Нужны будут регулярные переливания крови, ну и желательно, чтобы от родственников. Ну а потом химиотерапия, ну и как положено, по протоколу. А кровь родного племянника подойдет? Вполне. Можно я побуду с ним еще минутку? Конечно. Георгий Юрьевич, я надеюсь, что Вы меня слышите. Я обещаю Вам, что сделаю все, чтобы Вы выздоровели. Афинская, слушаю. Как? Где? Адрес, быстро! Как? В82 ВАЯ НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ну, может, это и не кукольник, а какой-нибудь труфер-подражатель. Ну, так усадить труп на крыше не каждый нормальный человек сможет. Да он и есть ненормальный. К тому же призрак опять ни одного следа не оставил. Одно могу сказать. Девушка была задушена прошлой ночью. Да, труп обнаружил квадрокоптер случайно. А так неизвестно, сколько бы просидела тут еще. Личность установили? Да. Сабина Омченко, 27 лет. Проживала в этом доме вместе с подругой. Подруга сейчас в квартире. Пойду опрошу. Номер квартиры? 53. Я сама опрошу. Вот это ее комната. О! А вы кем ей приходитесь? Никем. Ну, мы снимаем вместе квартиру. Ага. А где вы были прошлой ночью? Я? Ну, вы с подругой. Когда вы видели ее последний раз? И чем вы занимались до этого? Вчера вечером я Сабинку видела. Я пошла в бар, а она осталась дома. Сказала, что будет работать. Я пришла под утро, и дверь у нее была в комнате закрыта. Ну, я и завалилась спать. Недавно меня менты разбудили, сказали, чтобы я никуда не уходила. Так, спокойно. Где она работала? Здесь, в дом работала. Нет, я имею в виду вообще, кем она была-то по профессии? Вебкам-модель. Это что, блогерши, то есть? Ну, типа того. Только голая. Понятно. А вы чем занимаетесь? Я тем же самым, чем и Сабинка. А что? Каждый зарабатывает как может. Вон в интернете этих извращенцев по несколько штук в день добавляется. И никто не запрещает с них бабки брать. Ссылку на канал дайте. На мой? На канал Сабины. Зачем? Вас забыла спросить. Ну, она же мертвая. Я сказала ссылку! Дай мне быстро на канал! Не тупи! Субтитры сделал DimaTorzok Дай мне быстро! ...' А-а-а! А-а-а! А что мы ничего не едим? Что, каша невкусная сегодня? Так. Терпи, миленький. Скоро твои мучения закончатся. Папа твой нашелся и скоро увезет тебя. Вот так. Отсюда. Вот так хорошо. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Ну, давай знакомиться. Я твой папа. Меня зовут Лев. Лев Васильевич. А тебя как? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оба-на! А кто здесь так начудил? Я, это, психанула немножко. Приберись. Пожалуйста. Наконец-то я сделал настоящий прорыв в прикладной генетике. Я изобрел революционный препарат, способный изменить все человечество. Но, к сожалению, этот образец не способен помочь моему больному сыну. Для этого нужен донор, здоровый и физически, и психически. Доброволец найден. Наблюдение за испытуемой позволит определиться со разработкой препарата для моего сына. А-а-а! А-а-а! Привет. Я заскучилась. Вот это сюрприз. Я тоже хотел тебе позвонить и… Подожди. Выходи, я дверь закрою. Как же я рад, что ты приехала. Поужинаешь со мной? Я как раз твой любимый стейк приготовил. Да, конечно. С удовольствием. Но не мог бы ты сначала сделать мне одолжение? Все. Что в моих силах. Ты можешь по своим каналам узнать данные мальчика, которого в 1991 году забрал из детдома города Сланцы Ферзен Лев Васильевич. 51-го года рождения. Живет он здесь же, в Питере. Просто в наших базах указано, что у Ферзена нет детей. А откуда у тебя наша закрытая информация про усыновление? Это мой маленький профессиональный секрет. Ну, я тогда тоже не буду делиться своими секретами. Чтобы мне тебе помочь, мне надо сделать несколько звонков из своего кабинета. Хорошо? Да. Я буду ждать тебя здесь. Ну, я надеюсь, ты не убежишь. Ну, я надеюсь, ты не убежишь. У-у-у. С обидом. С собой. Нет. Так. У-у-у. Если вы хотите увидеть больше, то отправляйте донаты. Алло. Женя, это я. Да, Антонина Михайловна, слушаю. Выяснилось, что последняя жертва кукольника, Сабина Омченко, недавно должна была родить. Что-нибудь известно, где ее ребенок? В квартире же его не было. Ну, не только ребенка, но и намека на его присутствие в квартире я не помню. Одну минуту я сейчас посмотрю по роддомам. Сейчас. Угу. Есть. Сабина Омченко. Родила месяц назад. Отказалась от ребенка. В роддоме номер пятьсот восемьдесят девять. Город Санкт-Петербург. Так, смотри теперь по остальным жертвам. Опа. Остальные такие же дрянь, как и Сабина. Они отказались от своих детей после родов. Вот у каждой стоит пометка. Органов опеки, шансов. Угу. Бадди. Бадди, ты чего? Куда ты просишься? Открыть тебе дверь? Давай. Подожди, не отключайся. Бадди. 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 Где ты? Женя, Жень, вызывай группу захвата. Я нашла куколенька, поселок Александровский, улица Южная, дом 110. Принято. Ну, ты ж не думала, чтобы дурака тебя видеть. Слушай, если у меня получится спасти твою жизнь сегодня, мы будем в расчете. Бадди, на место. Ну что, милая дама, я вас поздравляю. Вы обе нешли того, кого искали. Вот, только что мне с вами делать, а? Убить? Ну, я убиваю только тех женщин, которые бросают своих детей. Ну, а вы-то никого пока еще не бросали. А вот ты, Антонина, как оказывается, можешь убить любую, кто встанет на твоем пути. Только не надо было все списывать на кукольника, убийство женщины, которая любила своего ребенка. Я не убивала ее. Это несчастный случай. А я не следователь, чтобы передо мной оправдываться. Я люблю тебя. Готов простить тебе все. А главное, я могу понять тебя, мы же теперь одной крови, ты и я. Поэтому давай сбежим вместе. Давай сбежим и нарожаем кучу детей, будем воспитывать их в любви. Ты же всегда этого хотела, скажи мне. Мой любимый. Только нам надо как-то избавиться от нее. Давай оставим твой пистолет, удостоверение, и переоденем ее в твою одежду. А потом сожжем вместе с домом, и тебя никто не будет искать. А дальше я знаю, как нам исчезнуть. Давай переодевайся, а я раздену ее. Вот ты потаскуха ментовская. Это ты так решила мне долг вернуть, да? Будто я дура была, не послушала божьего человека. Лень, не мучайся, на, разрежь. Черт, черт. Сзади! Больно! Мне тоже больно за твое предательство. И маленькой девочке Вике тоже будет больно узнать, что ее сиротка сделал не кукольник, а сбесившаяся от ревности майор юстиции. Ничего, ничего, Вика. Мы докажем эту нехорошую. Ты сама виновата. Я не хотел тебя убивать. Я хотел, чтобы у нас были дети. Я уже беременна уже. У нас будет мальчик. Мальчик. Леня! 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 Стоять! Леня! Ленечка! Леня! Леня! Очнись! 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 Надо пойти заребарикадировать дверь, пока наши не пришли. Давай! Помоги! Все оставаться на местах, а вот и спецназ! Серега, врача, быстро! Антонина Михайловна, держитесь! Говорите со мной! Отпустите ее. А где он? Кто Антонина Михайловна? Кукольник. Там, наверху. Антонина Михайловна, кроме вас в доме больше никого нет. Антонина Михайловна, обыскали дом, адрес которого нам дала эта девушка. Там тоже никого нет. Ай, понятно. Тогда объявляйте хозяев в розыск. Понял. Сделаем. Слушай, хочешь за то, что ты мне сегодня жизнь спасла, я спасу твою профессиональную честь. Ну, если честно, очень хочу, потому что я в полном дермантине. Ну, тогда ты будешь должна мне еще раз. Давай, говори уже. Короче, кажется, я знаю, где может скрываться профессор Лев Васильевич Верзин. Здравствуйте, профессор. Где же ваш сын Леонид? Вы его спрятали? Или, может быть, это не ваш родной сын, и вы просто взяли мальчика для своих опытов? Леонид мой родной сын. Так почему же он прозябал в детдоме? Я не знал о его существовании. У меня был роман с однокурсницей Наташей. Когда мне предложили работу в Москве, она поставила меня перед выбором. Или она, или Москва. Я выбрал карьеру. А когда через несколько лет я вернулся, то узнал от соседей, что она родила сына. Потом спилась, сдала Леню в детдом и исчезла. Так куда исчез Леонид? Я только что его похоронил. Ну, стреляйте уже. Я вот только понять не могу, как вы дошли до убийств. Вы же с самого начала его покрывали, так? Однажды Леня пришел ко мне домой подавленный, рассказал, что поехал домой к одной женщине, отказавшейся от своей маленькой дочери. Леня хотел переубедить ее. С самыми благими намерениями сделал для нее куклу в подарок. Он столкнулся с безразличием, хамством, насмешкой. Это была его первая жертва. Так почему же вы не убедили его прийти с чистосердечным признанием? Я хотел спасти его. Ну, признайтесь себе, вы же рады, что все они мертвы. Я даже предположить не мог, что препарат подействует на вас именно так. Что вы имеете в виду? Вы еще не поняли? Вы становитесь копией Леонида. Все предпочтения Лени, взгляды на жизнь, устремления, все это становится вашим. Простыми словами, вы теряете самую себя, временами испытывая приступы. Кстати, вы не волнуйтесь, они скоро закончатся. Меня волнует другое. Как я могу избавиться от этой дряни? Вы можете вывести из меня геном Леонида? Это тоже невозможно. Вашего генома нет. Не из чего сделать препарат, который смог бы вернуть вас. Какая же вы мразь! Вы просто мразь! От этого выстрела меня удерживает только одно! Что же? У вас осталась донорская кровь, которую Леонид собирал, для детей. Вы можете сделать мне препарат на основе определенного экземпляра. Называйте имя и фамилию донора. Константин Мордвинцев. Мордвинцев. Благодарю. 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 Ксюша, привет. Если ты сейчас смотришь это видео, то, значит, я опять на работе и не смог пойти вместе с тобой. Я надеюсь, что концерт состоялся, и ты сейчас видишь на сцене эту замечательную скрипачку. Ну так вот, это твоя родная сестра. Ее зовут Алена Малаева. Ты только смотри, не вздумай сейчас разрыдаться отчасти, а то сестре весь концерт испортишь. А ты ведь старшая сестра, поэтому должна оберегать младшую от всяких невзгод. Кстати, я очень надеюсь, что ты ей расскажешь, что я у тебя не только лучший охотник на маньяков, но и лучший разыскиватель потерявшихся сестер. Да, я обещал маме, что в следующий раз приеду к ней вместе с тобой, поэтому жди. Ладно, все, мне пора бежать. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Поздравляем! Первым тиражом. Привет! Я думала, ты уже не придешь. Да я пошла дворами и заблудилась. Так, подожди меня 10 минут, я сейчас. Хорошо. Ладно, но ты не торопись, потому что на этот раз я приехала на целую неделю. Из тебя автограф. Хорошо. 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 Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok